мираба дорогие друзья и гости международного канала алга петербург ваня из петербурга я тоже приветствую тебя привет дорогой мираба достар как как сказать по-турецки как дела на солнце аркадаш а вот так на солнце на достар и а я должен сказать о томаса а я если ты места что это значит все хорошо вань ты извини что я сейчас прячусь от солнца у вас невыносимая жара поэтому вынужден хоть как-то себя поберечь вот спрятался в уютном логове да я вижу да что у тебя сиеста там начинается после обеда прилег немножко в тенечке но это у нас тоже такое у нас тихий час просто я должен еще оправдаться я вчера был на бешбармаке и до сих пор не могу отойти потому что ты сам знаешь что такое бешбармак ты сам знаешь такое казахское гостеприимство поэтому я наелся досыта до отвалу вот перекатываюсь перехожу как в баурсак в общем туда-сюда вот надеюсь завтрашнего дня отойду слушай да я вот даже не знаю потому что сейчас же у нас полный локдаун все закрыто даже тренажерный зал и даже на улицу теперь выходить очень опасно поэтому не знаю что буду делать но в любом случае хочу пользуясь случаем рассказать о том что бешбармак состоялся мои друзья из казахстана которые живут в турции меня приняли очень тепло и гостеприимно поэтому ждите фильм очень хорошая беседа получилась а также я уже успел побывать здесь в невероятно фантастических местах это дикие лагуны дикие пляжи где очень красиво голубая буквально бирюзовая вода и надо отдать должное мы в этой лагуне устроили димашу небольшой отпуск димаша да ты же знаешь что нурлан ага рисует картины и у него очень много большая коллекция портретов димаша и вот как раз свежие работы мы в прямом смысле искупали в средиземном море класс это же мы это все сможем увидеть обязательно я готовлю фильмы поэтому друзья ждите скоро все появится сейчас предлагаю перейти к новостям которые за эту неделю состоялись и требуют нашего с тобой диалога первую очередь хочу увидеть что сегодня утром увидел новость от тебя о том что валерия ландская побывала в передаче вечерний орган что-то рассказывает кстати кстати ты знаешь новость такой ажиотаж собрала очень много обсуждений очень интересные комментарии я все читаю разделились мнения кстати хотя новость была просто о том что валерия ландская она побывала у ивана урганта но там достается в комментариях всем подряд поэтому ивана урганта и ивана червинского но не на самом деле на самом деле очень тактичные комментарии есть интересные мысли если кто-то хочет и еще не видел эту новость заходить посмотреть но обязательно нужно и посмотреть сам выпуск который появился на канале а я не помню как он называется но ссылку мы разместим в описании и там валерия рассказывает про себя про свою работу и конечно о выступлении на передаче точь-в-точь мне даже есть честно и жалко стало так искренне призналась что расстроилась что огорчилась потому что много сил энергии вложила в эту работу а критика ты сам знаешь бывает порой очень жесткой а я вообще обратил внимание я посмотрел тут немного она оказывается трудоголик то есть она настойчивая такая знаешь настырные вот бывают люди которые цель если видят ставят перед собой они вот любыми способами до нее доходят и вот она она же снимается в кино да и она снимается у своего мужа ее муж и режиссер и он ее она рассказывает там как раз и урганта тоже рассказывала что он ее не хотел брать наверное как раз и потому что дальше чтобы злые языки не говорили что о вот во всех фильмах берешь жену там у вас такой семейный подряд и она рассказывала как ей тяжело было получить эту роль вот потому что она говорит и смешно было то что в ее она говорит вот мой муж говорит я вот хотел блондинку другой другой типаж там и это так смешно звучало помнишь мы с хамзе один раз разговаривали и он говорил что в казахстане бывает такое что есть вторая жена да меня это сильно удивило а в некоторых странах знаешь есть у некоторых шейхов целые гаремы и вот ну если там это наверное звучит так обыденно нормально то у нас это так экстравагантно выглядит и я подумал что такой представляешь ты вот когда режиссер ты можешь такой гарем небольшой содержать но конечно с такой женой которая которая так хорошо поработала что прошла все кастинги и у просто не оставлю не осталось выбора чтобы ее не взять и это говорит во первых о том что она большой профессионал о том что она добивается не только там знакомствами или чем-то а именно своей работой и конечно говорит о большой любви между мужем и женой но я очень рад и за семейную пару за творческий союз и самое главное все таки то что она решилась это конечно действительно было рискованно и то что она просто прикоснулась и в очередной раз мне кажется все равно огромное количество людей благодаря этой работе узнали один марша пусть и через пародию но все-таки впервые прикоснулись и заинтересовались поэтому я считаю что правильно что сделала хотя бы просто показала и лишний раз напомнила о том что есть димаш в мире давайте его слушать да кстати еще хочу сразу сказать что теперь нам напоминать о димаше будет и новый сайт появился новый сайт димаш я уже я уже посмотрел димаш лив называется адрес очень интересная страница димаш лайф димаш лайф а лайф абсолютно верно лайф это что значит живой онлайн прямой эфир вот вот это нашла ну вот поэтому теперь можно смотреть заглядывать интересоваться последними новостями я к слову увидел там вот такую новость которую кстати до этого не слышал обладательница латинской гремми популярная исполнительница из бразилии паула фернандес выразила восхищение творчеством димаша кудыбергена и паула это известная бразильская певица автор песен мультиинструменталисты и вот что он написал своем инстаграм вот самое точное определение фразы хорошие песни я смотрела это видео с открытым ртом и посчитала что нет ничего более справедливого чем поделиться им с вами просто феноменально я оставила ссылку и теперь все латиноамериканский дирс который возможно еще не слышали димаша тоже смогут насладиться его пением что и как погоди есть еще дирс в латинской америки которые не знают димаша или есть вообще знаешь еще какие-то люди до которые еще не стали дирсом поэтому нам с тобой верится с трудом но оказывается есть да уж но надеюсь тогда им будет приятно узнать наверное да и только не только тем кто уже стал дирс дирсом но и тем кто еще только планирует им будет приятно узнать о том что определились даты выступления димаша в сочи на новой волне абсолютно верно я вот посмотрел прям целых несколько дней димаш будет радовать и своими выступлениями и самое главное тем что он будет находиться уже в составе членов жюри а это значит мы услышим как он будет комментировать как он будет ставить оценки это очень интересно потому что это новые апостаси в которой мы димаша еще не видели потому что обычно все время судили его а теперь настало время ему дать свою оценку творчество тех исполнителей которых он будет видеть 19 августа концерт открытия 22 августа концерт членов жюри фестиваля новая волна 24 августа день премьер и 25 августа закрытия вот на этих днях мы нам обещали что мы увидим димашку на берген я думаю что нас ждут настоящие соломоновые решения знаешь был такой сломан очень мудрый правитель очень мудрый правитель который любые споры разрешал и таким образом что все были довольны все были согласны с его решением вот я уверен что на новой волне нас ждет что-то такое и очень интересно отлично ну и хочу также напомнить о том что сегодня пятница а это значит самое время настроиться на борьбу потому что на прошлой неделе мы праздновали очередную победу на youtube канале mtv friday livestream где димаша с песни golden впервые он показал очередной фрагмент своего выступления димаш digital show и эта работа заняла первое место на youtube канале мтв поэтому давайте попробуем повторить этот успех и на этой неделе для этого вы сами знаете что нужно делать оставлять запросы реку с димаш в прямом эфире этого события а как ты думаешь саж мы можем ждать новую песню еще какое-то новое выступление или вот дальше голоден пойдет не придут может что он все-таки может привезли привезли мы сможем увидеть и это не кажется я американские зрители мне кажется что киван растягивает это удовольствие поэтому еще нас будет ждать много серий и биби змея думаю пока он припасет на чуть-чуть попозже а то есть ты думаешь у него все песни с димаш диджитал шоу уже лежат заготовки вот сегодня наверное вот эту песню или а так сегодня что-то у меня настроение так захотелось дайди дау послушать и включает дайди дау я думаю так оно и будет потому что ну виды что киван тоже уже проникся творчеством димаша и ему нравится этот артист поэтому просто так он не отпустит не отпустите марш из своего эфира есть еще одна очень интересная новость я сейчас хочу ее найти сразу чтобы проверить все ли на месте ты же знаешь что у димаша есть поклонники во всем мире и есть много вокалистов музыкантов профессиональных которые тоже очень любят творчество димаша и вдохновляются им и наш друг из италии фабио казали он сделал кавер на песню вкусник орлан своей собственной аранжировки очень круто звучит тоже ссылку друзья я размещу в описании саж тебе рекомендую послушать мне кажется что фабио он уже процентов на 10 точно казах да глядя вообще за развитием фабио за его творчеством я прям вижу как он все глубже и глубже проникается казахской музыкой поэтому я желаю ему удачи его песни просто супер надо бы как-то нам фабио с фабио будет встретиться в италии если вдруг мы когда-нибудь поедем или если вдруг фабио когда-нибудь поедет в россию или может быть в турцию может он захочет посетить когда-нибудь казахстан нам надо бы с ним скооперироваться вместе покушать бешпармак конечно обязательно чтобы он чтобы он взялся бы гитару до песни у костра под гитару в казахской степи я думаю это будет красиво вообще мечтаю о том чтобы когда-нибудь вот в нашей студии я видишь там все подготовил чтобы в нашей студии кто-нибудь из вокалистов приехал и выступил например вот лео кантро так и ну знаешь там проездом через санкт-петербург или фабио джей кей если вдруг захочет посетить россию тоже мог бы неплохо мне кажется выступить лара алейка мне нравится римар поэтому я надеюсь что когда-нибудь наш студия вот сможет быть таким музыкальным порталом музыкальными как это санкт-петербург это окно в европу да а будет вот санкт-петербург как новый мир музыкальная ну ты же знаешь что песни димаша не имеют границ и его творчество не имеет границ и поэтому дружба между поклонниками тоже не имеет границ поэтому я уверен что твои мечтания обязательно сбудутся саша кстати ты рассказал про то что вот между поклонниками димаша нет границ и недавно уже говорили об этом но сейчас я хочу еще раз напомнить о том что появилось видео где поклонники димаша из самых разных мест они передают вот так вот сердца по-разному и она так переходит и там мне кажется мне кажется со всех континентов там есть дирсы и мы там кстати тоже есть я хотел сказать что вот благодаря латиноамериканским дирс там участвовали и лайра димаш из аргентины наши подруги клауди и карман из чили там тоже принимали участие и я знаю что там еще из урагуая тоже дирсы помогали все это делать и мне кажется что это видео заслуживает того чтобы все посмотрели сейчас там не очень много просмотров хочется чтобы на него обратили внимание тем более что сам димаш поставил там лайк ну тогда без разговоров обязательно надо оставить ссылку и пусть все посмотрят и получат колоссальное удовольствие от дружбы между народами вань слушай мне это надо на рынок уже идти сейчас рынок закроется продуктовый я хочу купить свежих овощей и фруктов не против если я покинул нет конечно тем более сто торговаться ты вроде немного научился конечно еще многое предстоит но первый положено я учусь поэтому дорогие друзья спасибо вам за эту беседу давайте следить за новостями следить за моими приключениями в турции и всем как говорится до свидания рахмет всем пока